ВК-168-01П Стоит ли он того, чтобы его получить и того, чтобы на нем играть? Ну и перед этим кратенько по акции. Она выглядит примерно как в прошлом году была акция на Т-25 пилот, да? 15 дней, то есть 15 ежедневных заданий. Выполнив 13 из них, вы получите сам танк. Я думаю, даже можно будет как-нибудь доплатить. Картошка наверняка это сделает, чтобы получить этот танк. И выполнив задания какие-то там 12, допустим, дозаплатить. И 13 из вас выполнится. А в остальном, сами задания как бы не сложные, но требуют времени, чтобы их выполнить. Потому что там по условиям надо сыграть много боев достаточно. А количество всяких плюшек, ништячков, которые вы сможете получить, на самом деле того реально стоит. Если у вас есть время, то я вам советую выполнять эти задания. И как бы это того стоит. Но теперь по самому танку тут все не так однозначно, как с самой акцией, да? С промежуточными, так сказать, призами. Так, танк ВК-168-01П, да? Тяжелый танк Германии. Как вы видите, он очень сильно похож и концептуально он примерно таким и является. На ВК-101П, да? Который прокачиваемый танк Германии. На самом деле он даже выглядит так по формам, по габаритам. Он в ветку прокачки даже вписывается больше, чем ВК-101П. Потому что он как-то больше формы Мауса, что ли, напоминает, да? Он такой ромбовидный, весь угловатый. И еще больше угловатый, чем ВК-101П. Но вот так у нас в игре. И приступим уже к обсуждению самого танка. Буду по частям, да, разбираться. Начнем с орудия, наверное, с самого приятного, что здесь есть. В отличие от ВК-101П, у нас здесь альфа АНИ-490. У нас здесь пушка с альфой в 440. Бронепробитие у нас базовое 220 миллиметров, как для премиум танка. Ну, вполне нормально, да, вам будет этого хватать. Галдой 260, ну, тоже ничего. Ну, премиум танк на 220, да. Ну, будете стрелять, ездить, пробивать будет пушка вполне нормально, да. По разбросу времени сведения 0.4 точность, время сведения 2.7. Ну, как бы цифры не очень большие, в том плане, что они очень крутые. Но для такого орудия тут все в рамках приличия, на самом деле, нормально. И учитывая ту стабилизацию, которая у него будет, я уверяю вас, стабилизация здесь будет отменная, зная динамику этого танка, но о ней чуть-чуть позже поговорим. Еще из плюсов стоит отметить УВН хороший, минус 8 пушка опускается. Но стоит заметить, танк достаточно высокий, да, то есть иногда, может быть, нам и не будет хватать этих минус 8. Но как плюс это не стоит забывать, УВН и вот этого танчика есть. И перезарядка 15 секунд там со всеми приколами, с экипажем, с модулями сможем довести, ну, до 12-13 секунд будет перезаряжаться орудие. И каждые 12-13 секунд стрелять по 440, ну, тут все понятно, нормально. Теперь перейдем к броне. Вот тут уже начинается интересное. По циферкам, что у нас. Бронирование корпуса, как пишут, 180 мм лоб, 130 борт, 100 корма, да. У башни 230 лоб, 160 борта и 100 корма. Вроде бы все хорошо, да, за исключением, там, может быть, лба башни, ну, как бы, все циферки хорошие. Но тут мы начинаем говорить о слабых зонах, да. И что бы вы думали, тут не какой-нибудь НЛД, да, как ВК-101П. Тут очень интересно, самой НЛД 130 мм, вроде бы и мало, да. Но тут проблема не в нем. Танк достаточно угловатый, ромбовидный. Вы видите, броня бортов отличная, да, 130, броня борта башни тоже 160. И танк можно выкручивать очень сильно, вот прям вот так вот, как на картинке. Можно его даже ставить, ну, чуть-чуть, может, поменьше, и вас не будут пробивать. И в НЛД вот тоже не будут пробивать, там будет приведенка за 300 мм. Поэтому это не самое проблемное место. Самое проблемное место у нас тут оказалось прям вот этот прыщ на ВЛД. Это пулеметное гнездо. Я поначалу, как увидел этот танк, думал, что оно не будет частью коррежн модели. Но оказалось, нет. Вот в этом пулеметном гнезде у нас весь ВЛД 180 мм, а вот эта вот шишечка у нас 140 мм. То есть тяжелый танк восьмого уровня, да, а его могут там какие-то шестерки прям в лоб пробивать. То есть если не будут там в скосы этой шишки стрелять, а вот прям в лоб нее, да, где 140 мм. Ну, любой танк пробивает. И она достаточно большая, как вы видите. То есть выцелить ее труда особо не составит. Но и это еще не все. ВК-101, знаете, ну, который прокачиваем, у него тоже огромное ведро на башне, как у этого, вы видите, да, лючок достаточно большой. Но при этом у него там броня такая за 200 мм, которую голдой не всегда пробиваешь. И еще рикошеты частенько там бывают, когда в скосы попадаешь. Тут же у нас 150 мм по кругу. То есть лоб, борт, зад этого лючка, везде 150 мм. И это даже лючком назвать сложно. Это ведрище огромное на башне. То есть, ну, вы понимаете, да, любой танк, который вы встретите против себя восьмого, я уже не говорю про девятого-десятого уровня, будут вам спокойно стрелять в этот лючок, будут вам в пулеметное гнездо стрелять. И, как бы, где броня? Брони никакой нету. А если учесть, что 230 мм вот эти щеки еще, то девятки-десятки вообще не будут, ну, брони, как бы, вашей замечать. Они вам даже в лючок и в эту пулеметную шишку стрелять не будут. Прямо будут в щеки стрелять, спокойно пробивать, да. У ВК-101 тоже такая проблема есть, но она там не так заметна. Почему? Потому что у него башня по размерам поменьше. Тут башня просто огромная, она в разы более, ну, не знаю, в полтора раза больше, мне кажется, чем на ВК-101П. То есть, он такой по габаритам, он может, в принципе, не больше него, но башня тут вот просто отожравшаяся, такая башня Мауса. И, ну, как бы, по броне тут очень все неоднозначно и непонятно, где она, в принципе, есть. Единственный вариант отыграть от брони на этом танке, это, мне кажется, встать, спрятать правую часть своего танка, потому что, ну, лючок, вы видите, справа, и пулеметное гнездо тоже справа. Выкатываться как-то левым бортом, борт у нас вытанковывает все, и уже от него, как бы, не подставляя лючок и пулеметное гнездо, стреляет. Ну, таких ситуаций у вас будет одна, там, из десяти боев. А если учесть еще, что сейчас восьмерка кидает не очень хорошо, там, три боя с пяти вы играете против десяток, то они в вашей броне вообще не будут замечать, да, то есть пробивается все, ну, танк без брони, вот честно. Тут много миллиметров, да, по циферкам, но брони у него нету. И теперь самое интересное, динамика, мобильность танка, мощность двигателя, 1600 лошадиных сил на тонну, да, классный мощный двигатель, и тут удельная мощность, да, масса у нас же космическая, 9 лошадок на тонну. То есть этот танк еле ездить будет, он будет просто еле тащиться. Я думаю, разработчики сделают ему нормальную проходимость по грунтам, и как бы, ну, как бы он не будет, он будет одинаково ехать, я думаю, что на болоте, что на асфальте там каком-то, да, в грунтовом покрытии, чтобы хоть как-то компенсировать эту удельную мощность, но это еще не все, у нас максимальная скорость, 20 вперед и 15 назад. То есть на этом танке вы не заметите большой разницы от езды назад и вперед, ну, блин, 20 километров в час вперед, это динамика Т-95, может, чуть-чуть быстрее, да, я не помню, Т-95 апнули, и там, ну, она быстрее теперь катается, но в любом случае, камон, 20 километров в час, вы будете спавниться, ну, выбирать какое-то направление, приезжать на него к моменту, когда уже половина команды либо союзников, либо противников помрет, и на этом направлении вам будут, как бы, ну, если ваши союзники продавили, то вам придется ехать дальше, а если ваши союзники умерли, то вы не сможете ничего сделать, потому что брони у вас, как бы, особо и нету, да, все пробивают спокойно. И тут, как бы, ну, встает вопрос, а для чего этот танк нужен? И у меня есть ответ, для чего этот танк нужен. Вы получаете его, вы ждете трейд-ина, и вы продаете его, ну, и покупаете выгодно какой-то другой танчик. Потому что, ну, честно, если вы будете играть на нем, у вас каждый второй бой, вы будете, ну, просто каждый второй бой вы будете так сосать, что после этого уходить в ангар, а потом, там, улетать в космос за Falcon Heavy и махать Илону Маску рукой оттуда, да, вот настолько этот танк ужасный, ну, честно, ну, я не понимаю, просто я не понимаю, как картошка могла такой танк выпустить. Я понимаю, почему это не имба, да, потому что танк, который всем раздадут, он будет у очень многих, и, как бы, имбой такой там делать нельзя, но это откровенно сосновая машина, и сделать он реально на поле боя особо ничего не сможет, он реально не будет полезным, потому что 20 км в час вы никуда не будете доезжать, и брони, которой нету, то есть вас будут пробивать в это пулеметное гнездо, я просто не понимаю, 140 мм на ВЛД. Этот лючок огромный, а если вы внизу списка против девяток-десяток, то и в лоб башни, то есть в щеки, да, будут пробивать, а щеки большие, их не видно. То есть я просто, ну, не представляю, как на этом танке играть, поэтому еще раз я вам советую обязательно, если у вас есть возможность получить этот танк, получите его, да, я имею в виду бесплатно, покупать его ни в коем случае не стоит, получите его и оставьте в ангаре, не играйте на нем. Как только появится трейд-ин, и вы захотите купить какой-то нормальный прем-танк, да, то вы сможете уже этот продать и выгоднее, ну, не потратив меньше своих кровных денег, купить какой-то нормальный прем-танк, типа там ПТ-шки, ВАЗика китайской, да, вот это там хороший прем-танчик, а это нет, тут как бы, ну, даже тот Т-25-пилот, он как бы не особо выделяется среди всех першингообразных танков, но он не соснулый, ну, по сравнению с этим. Тот, Т-25-пилот, как бы нормально показывает себя на поле боя, а этот, нет, просто на нем, забудьте о нем, играть в нем не стоит. В принципе, на сегодня все, по ВК-168-01, я думаю, рассказал все, может быть, я бы упустил какие-то мелочи, но в целом свое мнение я о нем высказал. Пишите же ваше мнение в комментариях, обязательно ставьте лайк, и увидимся в следующих видосах. Субтитры сделал DimaTorzok